Книга открытым оком. Вопрос 2076. Разве плохо, что человека в монастырях приучали к полному послушанию старшему? Сегодня нигде нет никакой дисциплины, и навыки таковые не были бы лишними, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Послушание – великая вещь, но всего у великого есть начало и возрастание. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновения лучше тука овнов. Послушание Господу спасает от блужданий ума, ведет к достижению благой цели. Исайя 29, 24. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. На послушании строится и добро, и злодейство. Какие послушные были гитлеровцы, большевики, киллеры всех веков. Но Бог дал человеку свободу, и эта свобода начинается в свободе духа, в разуме, чтобы ты мог избрать и принести послушание в здравомыслии Богу. Если же свет евангельский погашен, то отдающий приказание делается орудием дьявола. А исполнитель следует за слепцом, и обеих ожидает провал в ад. Самое преступное то, что этого послушания стали требовать во имя Христа, и всю вину за исполнение безумств своих теперь уже взвалили на Иисуса. Священное Писание учит нас иметь послушание Богу, и это вполне достижимо. Когда душа возродилась свыше и движимо Духом Святым, все делается с любовью и самоотречением. 1 Петра 1, 22 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. В монастырях шло часто извращение личности, и самые садистские замыслы без затруднений покрывались тем, что это творилось якобы для послушания Христу. Бездумность, полное выхолощивание мысли, приводило к бегству из монастырей, ярому бунту, так что игумену приходилось спасаться бегством или погибать. Римлянам 6, 16 Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Уставы повелевали наказывать розгами непослушных. Это во всех уставах самых знаменитых монастырей. И самым страшным преступлением было бегство из монастыря. Равным ему было только сокрытие, подготовке к побегу или заступничество за наказанного. Этих без милосердия предавали проклятию. Произошла подмена Царствия Божия монастырем, и воля Бога была полностью заменена волей, хотением начальника монастыря. Пахомий Великий так и пишет. Всех зол хуже противиться воле Божией и угождать своему хотению. И поэтому всякое непослушание безжалостно каралось. Человек мог прожить только в беспрекословном послушании любого эксперименту своего Аввы. Евреям 2.2 Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Страница 155, пункт 8. Древние иноческие уставы. Теперь предложу о достопамятном деянии Аввы Муция, который, когда отрекшись от мира, искал приятие в обитель, прождал за воротами монастыря о втомительном страдании долей, нежели кто другой, и своим неутомимым терпением достиг того, что его сверхобычая Кеновийского приняли в обитель вместе с маленьким сыном, которому было тогда около восьми лет. Когда они, наконец, были приняты, то тотчас были размещены в разные кельи и отданы под науки разным старцам, чтобы отец не помышлял, что из всего им оставленного у него остался, по крайней мере, сын, а, напротив, чтобы, как знал он, что теперь уже не богат, так перестал сознавать себя и отцом, чтобы потом яснее обнаружилось, что в нем берет перевес. Кровное ли сострадание или повиновение самоумершвлению, которое по любви ко Христу должен всему предпочитать, нарочно оказывали пренебрежение к его детищу, одевали его в тряпки более, чем в настоящую одежду, держали неумытым и нечесаным, так что взгляд на него мог скорее скорбь причинить отцу, чем доставить утешение. К тому же часто и побои наносили ему, и отец своими глазами видел, что невинного малого бьют понапрасну. Несмотря, однако же, на то, что с сыном его так поступали, каждодневно на глазах его, он от любви ко Господу Христу и добродетели послушания хранил сердце свое свободным от всякой тревоги и смущения. Ибо, не считая уже его своим, после того, как вместе с собою и его принес жертву Христу, и не на настоящее оскорбление его смотрел, Апачо утешался верою, что они никогда не бывают переносимы бесплодно. Почему мало думать о сыне и слезах его, а всю заботу обращал на свое преуспеяние в смирении? Такое отрешенное настроение его ума и сердца не могло укрыться от Аввы Кеновии. И он, желая показать твердость его духа, в один день, когда сын его о чем-то плакал, как бы в сердцах на него приказал отцу схватить его и бросить в реку. Тот, как бы от самого Господа прияв повеление, бегом побежал, схватив сына и на руках своих притащил его на край реки, бросил его в нее. Такова была горячность его веры и стремительность послушания. И утонул бы отрок, если бы наперед нарочно посланы туда братья и заботливо обложивший берег речной. Его брошенного уже не вытащили из глубины реки. Древние иноческие уставы. Страница 572, глава 27. В тот день была жара и духота. В тот день была жара и духота. И мог под солнцем выстоять не каждый, когда Спаситель, свесившись с креста, сказал в толпу, что он томится жаждой. Был старший стражник, слишком зол и груб, чтоб дать воды из глиняного кубка. Ползет на трости до христовых губ злым уксусом напитанная губка. Так шли часы, мучения полны, и пот тяжелый смешивался с кровью. Вверху креста крепилась к изголовью доска-табличка с надписью «Вины». Читались буквы крупные на ней по-римски, гречески и арамейски. И, значит, Иисус, Н, Назарей. В насмешку Ц и И, царь иудейский. Над площадью, над скопищем голов все взоры эта надпись призывала. И, Н, Ц, И, и сокращение слов. С тех самых пор зову инициалы. Надежда Веселовская, 1990 год.